всем привет сегодня буду готовить очень вкусные сметанные лепешки рецепт очень старенький родом из моего детства надеюсь многие вспомнят и так для теста мне понадобится сливочное масло мука соль сахар вода дрожжи и сметану сначала нам нужно сделать опару берем тепленькую водичку и растворяем в ней дрожжи у меня дрожжи живые можно брать сухие добавляем чуть-чуть сахара и все хорошенько размешиваем муку просеиваем и добавляем немного к дрожжам вот такая консистенция должна получиться как густая сметана накрываем пищевой пленкой и опару нам нужно будет убрать теплое место чтобы она начала работать это примерно час может быть даже два и вот посмотрите как она должна получиться сначала она поднимется хорошо увеличится в объеме и начнет вот так как бы играть будет очень и много пузыриков и теперь нам нужно немножко подождать чтобы она еще и начала обратно опускаться мы пока занимаемся второй частью теста в муку добавляем соль сахар сметану сливочное масло очень хорошо размягченное все это нужно хорошенько перемешать и будем перетирать руками в крошку по принципу песочного теста и теперь добавляем сюда опару еще раз замешиваем тесто все это нужно тщательно вымешать и вот такое тесто у нас должно получиться оно уже достаточно однородное перестала липнуть к рукам теперь мы накрываем его пищевой пленочкой и даем немножко отдохнуть буквально полчаса достаем и теперь нам нужно его еще раз вымесить уже очень очень хорошо и тщательно это не меньше 7 минут чтобы у вас быстрее получился результат тесто еще нужно не только вымешивать но и отбивать вы посмотрите какое тесто должно получиться оно стало более гладким податливым мягким теперь мы немножко так внутрь подкатаем и отправляем обратно в мисочку накрываем также пищевой пленкой и оставляем на расстой тесто должно увеличиться примерно в 2-3 раза так же в теплое место вот посмотрите как хорошо тесто поднялось слегка его обминаем и достаем теперь нам нужно его разделить на 8 одинаковых частей каждый кусочек ну так подкатываем заворачиваем просто внутрь и формируем такой шарик и теперь будем раскатывать лепешечку берем по очередности как мы формировали шарики то есть первый шарик который мы скатали из него первого мы будем уже лепить и лепешечку и дальше так по очередности не будут в это время пока немножко подходить раскатываем лепешечку достаточно толстенькую примерно вот с мизинчик толщиной сантиметр чуть больше может быть старайтесь сделать максимально кругленькую лепешки выкладываем напротив застеленной пергаментной бумагой бумагу возьмите хорошего качества чтобы она вас не прилипла если вдруг вы не уверены можно дополнительно смазать и таким же образом делаем все остальные лепешечки накрываем лепешки полотенцем и оставляем на расстойку минимум это полчаса они у вас должны хорошо увеличится в объеме теперь подошедшие лепешечки нам нужно будет украсить мы делаем проколы такие достаточно глубокие включаем духовку на 180 градусов далее мне понадобится желток не все лепешки и отправляем выпекаться готовятся они примерно 15-20 минут ориентируйтесь на свою духовку и смотрите чтобы корочка получилась очень румяная достаточно темная такая почти коричневая лепешки готовы нужно снимать посмотрите какая красота получилась глянцевые все блестящие аж переливается аромат потрясающий буквально на весь дом естественно не очень вкусные кто знает тот поймет посмотрите какое воздушное тесто внутри они очень нежные обязательно приготовьте попробуйте всем спасибо приятного аппетита пока пока пока